друзья всем привет меня зовут андрей павловский я журналист и руководитель телеграм-канала павловский news дело в том что сегодня в испании был задержан человек который участвовал в моем похищении правда ему это практически удалось если бы не люди которые заметили это и не освободили меня и моего оператора неизвестно как сложилась бы наша судьба хлопцы где не прерываем у стрим зараз мы не прерываем у стрим зараз я еще хочу вернуться до украинской громады человека зовут александр золотухин и его задержала национальная полиция испании по заявке интерпола сегодня я буквально вижу как люди которые поддерживают насилие которые поддерживают тотальное скажем беззакония поддерживают александра и начинают в мою сторону говорить какие-то неприятные для меня вещи не понимая вообще не разбираясь даже что произошло в 2016 году поэтому сегодня я записываю это видео для того чтобы расставить все точки над и чтобы журналисты понимали что произошло в 2016 году в феврале месяце как меня похищали и что происходило дальше и какое участие вообще александра золотухина в этой всей истории на сегодняшний день он находится в испании его задержал как я сказал интерпол и он позиционирует себя в том виде контексте что у него есть якобы какие-то доказательства против руководства министерства внутренних дел а именно господина авакова поэтому за ним идет такое преследование и так давайте по порядку в 2016 году я журналист и редактор интернет-канала 17 канал такой был канал мы выезжаем освещать события на майдане независимости это события времен майдана мы их каждый год освещаем с с освещали и освещаем они начинаются там с 19 18 февраля и буквально там до 22 числа журналисты все время работают в центре снимают ну как обычно но в 2016 году все было не так просто поскольку власти а именно тогда порошенко ну и всем кто тогда скажем был власти было невыгодно вообще любая форма протестов особенно в эти дни они переживали чтобы их не скинули чтобы они оставались при власти и они говорили что майдан не на часе и все остальное ну в общем и помнить эту историю но были те люди которые категорически были с этим всем не согласны это были атошники это были представители разных организаций в основном те которые принимали участие в боевых событиях на востоке нашей страны и эти люди вышли на майдан они заявили свой протест они ставили там палатку одну даже поставили у них была сцена у них был штаб в казацком в отеле и чтобы вы понимали единственный канал единственный кто пришли стримить вообще все это событие были мы потому что тогда был тотальный запрет на то чтобы такое вообще показывать ну и конечно же мы включили стриме в онлайне что вы понимали у вас 10-15 тысяч просто вот так вот находилась потому что никто больше этого не показывал а события развивались очень активно и тогда когда мы выкладываем ролик что вы понимали 250 тысяч набиралась буквально там за какой-то там может быть за час может быть быстрее то есть информация была очень актуальная и на том этапе звонит мне александр золотухин это где-то было 10 вечера на майдане я как раз работаю говорит андрей я хочу я его знал до этого поскольку он приходил к нам в эфиры и рассказывал там какие-то свои мысли вещал он позиционировал себя как айдаровец звонит мне говорит андрей я хочу в прямом эфире высказаться по поводу того что сейчас происходит на майдане кто все эти люди что это все агенты кремля не работают на путина в общем вот такая вот история александр конечно приходите мы дадим вам возможность прямом эфире это все высказать при этом замечу что он на самом майдане не был в тот момент он приехал и 12 ночи майдан уже те майдановцы которые находились в тот активисты скажем бы которые строили сцену они находились возле сцены другие находились в отеле казацкий его 12 ночи приезжает александр золотухин я думаю где-то человек 20 он с собой привозит в общем они стоят перед камерой и начинают спрашивают идет ли эфир я говорю конечно же идет и тут он вырывает у меня микрофон начинает делать какие-то там заявления что я видите ли не так освещают то что происходит в нашей стране все что происходит непосредственно в прямом эфире и в тот момент нас заламывает слава богу что стрим работал и все остальное нас заламывает он горит и ему хлопцы мы не прерываем стрим зараз мы не прерываем стрим мы не прерываем стрим зараз я еще хочу вернуть из до украинской громады давайте давай 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 нас заламывают и бросают в машину ставят на колени что вы понимали силой в бусе в этом бусе не было задних сидений все было выломано ну то есть вы поняли были только передние сиденья и вот нас силой заталкивают под руководством этого человека который сегодня задержан и нас заталкивают в этот был ставят на колени и говорят теперь поедем куда поедем зачем поедем кто-то говорит в офис поедем для того чтобы его разгромить кто-то говорит в лес поедем то есть вы понимаете каждый начинает говорить свою историю при этом мы выйти не можем никогда сегодня мои друзья журналисты коллеги даже друзьями наверное уже таких людей назвать невозможно начинают оправдывать всю эту историю друзья это абсолютно ну скажем цинично с вашей стороны поскольку если бы вас поставили на колени на майдане в 12 часов ночи и посадили бы в бус я сомневаюсь что вы бы говорили о какой-то вашей там толерантности по отношению к этому человеку какие может быть бы заслуженные вещи он лично для вас не сделал этот сразу я говорю своим коллегам журналистам которые сегодня оправдывают александра золотухина который абсолютно и полностью готов нарушать человеческое право похищать в огромном количестве знаете этому не то что объяснение этому оправдание нет но продолжим и что вы понимали слава богу что в этот момент находился еще рядом с нами третий режиссер монтажа человек который побежал в этот момент и к майдановцам которые тогда я называю майданов со всех людей которые в те дни организовывали в 2016 году пикеты против уже порошенко и всей власти и они объясняют что похищают журналистов они прибегают и оказывается что они все друг друга знают то есть те которые протест организовали и те кто занимается непосредственно попыткой нашего похищения мы уже находимся в бусе я слышу как эти люди входят конфликт между друг другом и начинают нас доставать из автомобиля из и подобные фразы звучат что вы хотите на сейчас похитить журналистов и потом чтобы на нас это повесили такого не будет и между ними там идет серьезная ну как я в этот момент нахожусь чтобы понимали на четвереньках со своим оператором с какими-то непонятными людьми форме на коленях бусе в центре киева закрытом сразу скажу вам есть такой журналист громадского богдан кутепа это знаете я его как-то раньше знал и у нас какие-то были такие вроде как отношения как коллег но это бесчеловечный человек на сегодняшний день я могу сказать потому что в тот момент знаете что он делает я ему говорю богдан пожалуйста сядь с нами позвони в полицию помоги богдан седай сюда знаете что он говорит ты сам это придумал я абсолютно никогда не желаю чтобы такое богдан придумал или такое произошло с ним но это упустим в общем но самое интересное что он написал потом что он что это все было спланированная акция и украинские сми не все но они об этом написали ссылаясь на богдана кутепова бред продолжается история следующим образом что эти майдановцы нас достают из автомобиля от никого сегодня не будут здесь похищать нас забирают и отводят в отель казацкий говорят типа что ребята все типа успокойтесь все будет нормально всем процессом руководит человек по фамилии александр золотухин чтобы просто понимали что когда сейчас там журналисты там за него вступаются ли еще что-то от этим всем этой жестью руководить золотухин мы уже находимся в отеле казацкий когда мне уже звонят мои друзья с канала им позвонила охрана эти люди когда поняли что нас с нами уже как бы не получится куда-то уехать они приезжают на канал избивают охрану офисного помещения ребят мы сейчас подъезжаем к нашему офису много людей было так что мне соврать человек 15 10 15 я вот это так вот почему заборы ворота ломали тут это самое через ворота начали лезть охранника нашего начали избивать заставили открывать ворота он открывал они погнули дверь погнули нельзя было ворота открыть ну и здесь начали прыгать через эти самые охранник как раз был туалете когда вышел кто вы такие показал какой-то ему сду вроде бы это сразу же хочу сказать татьяне заровно из обозревателя она там хочет найти вот это объяснить какой золотухин хороший избивают пенсионеров охранников пенсионеров они их избивают они проникают на территорию частную телеканала перелазить через заборы они вламываются в офис и знаете что делают у них то было объяснение что агенты кремля и все остальное они не вызывают туда полицию они начинают воровать они начинают воровать все что можно они тянут мониторы маковские они тянут мышки клавиатуры ну вот просто знаете как банда залетела и начала просто все грабить что происходит потом они начинают это все выносить охрана вызывают полицию и охране удается словить последнего человека который выходил в этот момент из офиса с компьютером с мышкой с каким-то еще там проводом знаете все что успел украсть полиция его задерживает есть даже видео в интернете когда они выкладывают что там оружие трава наркотики еще что это все ножи и это все вот у этого там человека которого ловят последнего что этот человек делает он его арестовывают на следующий там день мира за побежного заходу и вы представляете его отпускают то есть оказывается в нашей стране можно прийти в вашу квартиру ваш офис в ваше помещение ограбить с ножом с пистолетом и вас освободят хорошо его короче отпускают но удивительно другой знаете что человек этот говорит что он вообще не знал куда его везут которого задержали как его везут а во всем виноват александр золотухин который был организатором этого процесса вы понимали я и мой друг оператор мы вызваны потерпелы мы потерпевшими в этой истории и не надо пожалуйста додумывать рассказывать еще какие-то свои догадки дорисовать есть следствие которое признало нас потерпевшими и когда вы пишете мне друзья что может быть это было все придумано как говорит богдан кудепов ну тогда может быть стоит вам пойти написать заяву что это было все придумано или так чисто хорошо поговорить интересно да и продолжается эта вся история что этого человека отпускает от человек объясняет что во всем виноват золотухин сейчас идут суды чтобы понимали суды идут там раз в два месяца раз в три месяца что-то постоянно происходит какие-то юридические вот я просто не юрист но какие-то юридические моменты этот человек василий который которого словили с техникой с чужой он сегодня священник был киевского патриархата он приходит на суды уже в одеянии с крестом да чтобы понимали я сижу с другой стороны я по сути обвиняю священника который был одним из тех людей которые сначала участвовали моем похищении и замечу что суд идет только по моему похищению а то что его словили с техникой нету этого всего ну и он короче сейчас на свободе он священник он там уже наставник чей-то и он занимается тем что приходит иногда на суды на это прямо ходит на суды потому что его арестовали и там какие-то юридические тонкости я приходил объяснял все судье и товарищ оператор приходил с которым это все надо с нами произошло и эта вся история юридическая идет на мои вопросы а почему где другие участники ну то есть вы понимаете что такое организованная группа которая занимается тем что ну по сути препятствует вашему передвижению и силой вас заталкивает в автобус я бы не хотел бы чтобы кто-то из тех кто смотрит это видео он вообще такой пережил это вы просто не представляете о чем идет речь так вот сегодня александра золотухина сегодня ночью его повод спустя сегодня на 16 год 20 год спустя четыре года его задержали в испании это сделала испанская полиция по по запросу интерпола я надеюсь что эта история будет абсолютно полностью расследована ей будет дана оценка чтобы такие как богдан кутепов и другие журналисты которые себя называют взяли потом это решение суда и опубликовали его из извинились за все что они писали что якобы я это все придумал потому что это друзья мои бесчеловечно если не дай боже с вами произойдет такая история я даже не посмею такого написать если я точно не имею этому доказательств а вы без доказательства это все сделали и знаете что самое интересное что сегодня вкидывают эту всю историю статист какой привязкой агенты кремля ту одна привязка а вторая эти же журналисты мои журналисты я ну тогда были уже мои журналисты сняли первыми убийство павла шарам это и ссылаются на заря на шкиряка который говорит что по его информации или там узнать вот это вот их не история мне позвонил и там кому-то позвонил путин путин еще кому-то позвонил в общем там было все целая серия кому кто-то звонил и в результате мы сняли убийство павла шарам это знаете что самое смешное что уже сегодня судя троих людей а журналисты продолжают говорить что это ну вот они сегодня пишут про историю золотухина в нашем контексте они конечно же туда докручивают историю с павлом шарам этом хотя есть уже даже подозреваемые и у следствия нету ни одного доказательства что мы причастны что я лично причастен к убийству павла шарам это но они это все равно вплетают в тексты и показывают александра золотухина героем спасителя и все остальное и подбивая итоги я вам скажу друзья следующее что следствие и суд должны поставить точку в этом деле те виновные которые в этом всем участвовали не только александр золотухин но и все его партнеры должны понести наказание за это все потому что у нас я считаю все таки правовое государство а те журналисты которые так себя ведут это все друзья на вашей будет совести я думаю что ни один ролик вас не убедить не переубедит потому что это должно наверное быть у вас внутри и я не знаю что должно повлиять на то чтобы вы от этого избавились остальным хочу сказать друзья у нас есть телеграм-канал павловский news там и выкладываем выкладываем оперативные свежие новости подписывайтесь и я думаю что все у нас будет хорошо за этой истории мы будем внимательно следить и обязательно фиксировать всех журналистов которые сегодня выгораживают конкретно в моем случае как я это оцениваю преступника и потом друзья я надеюсь когда следствие дойдет до конца я вам всем отправлю бумагу с решением суда а я уверен что справедливость наступит и вы будете писать все опровержения